Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов, изъятые в Петербурге в день мятежа Об этом пишет издание Фонтанка Напомню, 24 июня во время обысков на объектах, аффилированных с Пригожиным, силовики нашли 80 коробок с наличными деньгами Там были как рубли, так и валюта, а также слитки с золотом И вот, значит, теперь эти бабки вернули мятежному бизнесмену Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов Получила чуть более 858 миллиардов рублей Это под триллион По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей Слушайте, я вообще в ауте был, когда данная новость прилетела Что за деньги? Каково их происхождение? Что по этому поводу думают налоговые органы? Кстати, плевать, забирайте! А самое-то смешное, ведь все понимают, что бабки вот эти изъятые, а затем возвращенные Скорее всего криминальные, теневые и скорее всего на криминальные цели будут потрачены на покупку оружия Например, пофиг! К всем пофиг! Ребят, никого не волнует, у нас в стране хоть какое-то подобие закона еще осталось Или все этим теперь можно! Ёпперсоте! Человек поднял вооруженный мятеж Захватил миллионный город Объявил о походе на столицу Стрелял в российских военных как минимум 13 человек погибли Кроме того, был назван предателем и изменником Родины Причем не Абыхем, а лично президентом А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене К измене и своей стране Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло Нарушен целый вагон статей Уголовного кодекса и тишина Мужчине даже штрафа не выписали Ну, пожурили в эфире у пропагандистов Погрозили пальцем Ах ты какой нехороший Все! А вот теперь еще и деньги непонятного происхождения отдали Государство возвращает приступившему закон бизнесмену Черную косу обалдеть Такого даже в лихие 90-е не происходило А по сути нам всем показали, что государство и криминалитет Теперь на России закадычные друзья Закон нахрен живем по понятиям Уважаемых авторитетных пацанчиков не трогаем Браво танцующим! Это реальная журналистика Славься странам и гордимся Вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска Поехали! Кстати, если кто-то наивно полагает Будь то все закончилось в ночь с 24 на 25 июня Так я вас расстрою, ничего не закончилось Шоу маст гоу он И оно продолжается Видели, что с курсом рубля творится Доллар 90, евро под сотню И это только первые ласточки, пока Набиулиной каким-то чудом удается Удерживать ситуацию под относительным контролем А дальше будет хуже Кроме того, я уверен и в том, что нас ждет вторая волна Уходов с российского рынка иностранных компаний Весь мир увидел, потому что В скреп державе больше нет законов А значит никто не гарантирует безопасности твоих денег Твоих вложений, твоего бизнеса Вон, Газпром уже объявил 30 июня Дивиденды акционерам снова не будут выплачены Они и в позапрошлом году их не выплачивали Ссылались на пандемию В прошлом тоже не выплачивали Типа, ну под санкции мы попали Ну какие выплаты Теперь вот из-за Пригожина Акционеров опрокинули уверен Вслед за газовым монополистом И остальные корпорации своих держателей акций Пошлют куда подальше Ну и кто с нами после этого Дела-то иметь какие-то захочет Кто с нами будет работать Кто станет вкладываться в нашу экономику Ответ по-моему очевиден Иностранцы сейчас на весь этот цирк шапито посмотрят В том числе и китайцы, да И примут единственно верное решение Довалить отсюда нужно Причем чем быстрее, тем лучше Желательно не оглядываясь Вы что ебанусь, друзья? Вы ебанусь совсем? Я сейчас ни в коем разе не преувеличиваю Любой нормальный человек У которого есть хоть какие-то деньги Он эти деньги считает И он не хочет их потерять Если человек создает бизнес Он хочет получать прибыль Это нормально Если вкладывается в ценные бумаги В акции он хочет получать доход Дивиденды Это тоже нормально Ему не нужны всякие там потрясения И форс-мажоры Деньги, знаете ли, любят Тишину Экономика развивается Только тогда, когда есть какие-то нормы и правила А как только нормы и правила перестают существовать Перестает работать и экономика Есть такое хорошее русское слово Риски И так вот рисковать никто не любит Ну никто же не вкладывается там В Сомали или в Афганистан Почему? Потому что там не пойми, что творится Там у власти откровенные бандиты находятся Мы видим обнадеживающие сигналы Со стороны талибов Которые заявляют о своем желании Иметь правительство с участием Других политических сил Заявляют о своей готовности Продолжать процессы В том числе связанные с образованием Что этот ниггер себе позволяет? К сожалению, подавляющее большинство россиян Всего этого не понимают Ну того, о чем всю первую часть программы распинался Его нам нет ничего удивительного 80% населения у нас в нищете прозябает Про какие акции им рассказывать Про какие вложения накопления Он от зарплаты до зарплаты живет Вложиться может разве что В кусок хлебоподобного продукта Который будет намазан Маслоподобным продуктом из пятерочки В лучшем случае еще На колбасный продукт Оставшихся копеек хватит Чтобы сверху положить Любой предприниматель Для глубинного народа У нас априори Классовый враг Хапуга Они искренне ненавидят тех Кто живет чуть-чуть побогаче Чем эти нищеброды Поэтому упыри оттуда имеют свой народ Как хотят Ты дурец Мне звонок Звозь Чем твоя жизнь Чем важнее твой ларек В этот ларек может взлететь Горючка со смесью Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Кстати, присосавшиеся к верхушке пивильщики Единственные Выгода приобретателей от кризиса Который постепенно накрывает страну Им даже хорошо Что иностранные компании Например, уйдут из России Это классный повод Отжать за 3 копейки Грамотно налаженный бизнес Ну вот, поди сейчас плохо Владельцам вкусные точки Взяли за дарма Самую раскрученную сеть ресторанов в мире Не они ее создавали Не они ее продвигали За них все сделал дикий дядя из США Бери просто и бабло руби Но даже этого не смогли сделать Ну помним же, да? По итогам 2022 года Экс Макдак ушел в минус На 11 с лишним миллиардов Причем открылись Они только в июне 12-го у гейд России То есть даже не за год Таких долгов ребятишки нахлопали А всего за 7 месяцев Это ведь еще уметь надо Вот так обоснуться Самой популярной, повторюсь Сетью ресторанов на планете Упала стоимость рубля Он немножко обесценился Ну, на треть На треть На 30 процентов Вот смотрите Мы раньше продавали товар Который стоил 1 доллар А получали за него 32 рубля Мы продали товар Деньги приходят в рубля 32 рубля получили А теперь товар продали на рубль А получили 45 Доходы бюджета увеличились Хотя чему я удивляюсь Если у нас главарь Вот такой вот Замечательный экономист Упала стоимость рубля Фантиков стало больше Значит доходы бюджета увеличились Да нет, не увеличились Фантиков стало больше Но они ничего не стоят Но это не точно И что самое печальное Они ведь там все такие Хотите честно? Вот я бы слова не сказал Не возмущался бы совершенно Если бы вот эта братва Хоть что-то делала С тем отжатым бизнесом Отжатыми предприятиями С теми украденными деньгами Если бы они хоть Развитием занимались Вкладывали бы Наворованное В экономику страны Но нет Упыри при кармане Или там Чужой завод Ресторан Магазин Неважно Высосали из него Все что можно Распродали активы И бросили умирать То есть Развалили И привет родителям Мы ведь через день Читаем новости О том Как где-то Задержали очередного Чиновника При обыске У чувака Обнаружили Миллионы Наличных денег Там Тонны Дорогущих часов И прочее Бла-бла-бла У этих дураков Простите Не хватает Мозгов Вложить Все это Во что-то Действительно Стоящее Комнаты Наличных И лежит Этот кэш Гниет Да даже Отмороженные Бандиты Из 90-х И те Допетрили Деньги Из обчака Должны работать Поэтому Одним В свое время Создавали Какие-то Банки Открывали Казино Ночные клубы Вкладывались В нефтянку Строительство И так далее Даже бандиты Понимали Такую простую Понятную вещь Путинские Чиновники Не понимают Вот правильно Сказала Навальная Однажды Признанный Агентом Экстренистом Так вот правильно Он однажды Сказал Проблема Не в том Что чиновники В России Воруют У нас На один Украденный Рубль Приходится Пять Произбанных Простите Вот это Настоящая Беда Гойда Ура Поэтому Когда я слышу От ватников Сейчас У этих Хапух Из Америки Все отберем И как И начнем Процветать Да не начнем Потому что Все эти воришки Только профукать Что-то могут Потому что Они жадные И глупые В лучшем Случаю Того бездаря Вороватого Хватит ума На то Чтобы очередную Яхту Купить За распиленные Средства Которые Он сможет Пользоваться Всего Пару Недель В году Зато Все остальное Время Будет Тупо Платить За ее Обслуживание За порт Которому Она приписана И для этого Ему надо Будет Снова Воровать 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 Мне кажется Что только Полный Идиот Сегодня Не догоняет Созидать Это не Про путинскую Братву За 25 лет Они ничего Не создали Хотя и сверхдоходы Были От продажи Ресурсов И выгодные Предложения От иностранных Партнеров Ничего Вот 8 лет Про импортозамещение Верещали Я хочу сказать Что санкции Это не то Что нас не сломит Это то Что нам нужно Сейчас Путин вывел Страну Из позора Нищеты 90-х годов Отрыжка Болотной площади Что никогда Россия На коленях Стоять не будут Вот эти К нам еще Приползут На коленях И будут просить Наших новых Технологий Наших космических Программ И мы еще Будем кормить Европу И Америку На, серьезно Ты не верил Ну и что Заместили Да ни хрена Попилили бабки Нарассказывали Ване сказок Прорывки с прорывами А сейчас Вот китайские Автомобили Под видом Москвича Продаем Хотя и эта Лавочка Думаю Скоро прикроется Китайцы Это ведь не дураки Они перспектив Хотят А какие с этими Могут быть перспективы Взять что-то И поделить По понятиям Ага А потом коробки С черным налом Пригожиных Обнаруживаются Ладно Продолжим в следующем выпуске Это была реальная журналистика Сегодня вот так Подписывайтесь на канал Лайки Репосты приветствуются Оно помогает Продвижению видео В соцсетях тоже жду В друзья Добавляйте С темы предлагайте Поднимем Обсудим Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok